Всем привет! Сегодня мы продолжаем нашу работу с Simple Post Flop. Simple Post Flop, Flopzilla это будут два наши основные инструменты. Значит на предыдущей тренировке мы с вами разбирали борт, сейчас покажу какой, 6-7-8. Борт достаточно скоординированный, соответственно мы разбирали позиции button против большого блайнда. Эту работу мы с вами уже сделали. Сегодня я хочу попробовать немного новый, скажем, формат. То есть работа по сути будет та же, что мы делали на наших предыдущих занятиях, то есть мы будем анализировать диапазоны, но при этом я хочу успеть чуть больше. Хочу, чтобы мы сравнили, какие комбинации, какие диапазоны мы будем продолжать разыгрывать на флопе в различных спектрах. То есть конкретно мы будем сравнивать, первый это спектр button, то, что мы уже сделали, то есть button против большого блана. Также мы сегодня постараемся успеть разобрать среднюю позицию, то есть open raise 20% защиту против нее и также игра в трибет пота, button против raise против трибета в 15%. То есть вот как раз то, что вы сейчас видите. Значит, я как раз закончил расчет в simple post flop и я сохраню у себя это дерево. Соответственно, когда оно нам понадобится, то мы его откроем. Также давайте добавим флоп силу. Так, это окно, чтобы нам не мешало, я уберу с экрана. И давайте начнем. Значит, первое, что я хотел бы рассмотреть чуть не то. Это ситуация MP против как раз большого блана. Давайте мы скопируем диапазон. Посмотрим, где нам надо что-то подкорректировать. Туз-4, король, валеты 5-6. Так, вроде бы с защитой определились. Вот такой диапазон мы защищаем против открытия. Хорошо. И в нижней части у нас будет диапазон open raise. Скопируем его также. и дама валет вроде получилось у нас практически 20 процентов. Отлично. И Итак, что мы будем делать? Будем делать то же самое, что и всегда. Только я попробую чуть побыстрее все это сделать. Ну, я уже как, если вы помните, на прошлой тренировке. Дело в том, что такой скоординированный борт, он достаточно сложный. там есть очень много сложных моментов, но постараемся это сделать как можно быстрее. Значит, давайте сразу посмотрим. Эквити у нас больше, как всегда, в принципе, и должно быть у пенрейзера на такой доске. А доски еще нету. Я уже, то есть, я уже говорю о эквити. Вот теперь есть у нас доска. Есть у нас эквити. Эквити больше у пенрейзера. Соответственно, игра будет идти преимущественно от чека на большом блайнде. И давайте начнем с конбета на МП. Все нации это конбет. На этом я подробно не буду останавливаться. 8776 я также предпочитаю отправлять в конбет. Дамы плюс я на этом моменте останавливался подробнее на прошлой тренировке. То есть, по дефолту, по ГТО мы часть их отправляем в чек-бехайнд, но в чек-бехайнд они отправляются преимущественно для баланса. Если есть оппоненты, против многих оппонентов вы сможете на самом деле их вальюбетить. Я не буду достаточно подробно объяснять почему. Посмотрите на предыдущие тренировки, если вы пропустили. И теперь топ-пара. Давайте я пока отправлю только топ-пару с топ-кикером, мидл-пару и слабую пару я не буду ставить в бет. Туз-хай. Потом посмотрим у нас на мидл-хенды, флэш-дро. Какие-то самые сильные и, соответственно, самые слабые я хочу отправить. Ну, здесь у нас ситуация такова, что слабых флэш-дроу в принципе не особо нету. То есть, у нас либо какой-то, либо две оверкарты сразу. У нас здесь достаточно узкий дефол, поэтому я просто оставлю вот так 4 комбинации. Туз-х. Возможно, это уже слишком много. Я их отправлю в чек-бехайнд. ОСД. Все с попаданиями я бы отправлял в чек. Все без попадания. Наверное, в бет. Вопросы по туз-5. Насколько хорош бет с туз-5 здесь будет? Вроде бы и оверкарта. Ну, пусть пока будет как есть. Гатшоты. Все, которые имеют showdown value, те в чек. Ну, десятки мы ставим, которые не имеют showdown value. Я бы отправил в бет. Валер-10, наверное, тоже в бет. То есть, сейчас я свой вариант. То есть, свой вариант розыгрыша. Я уже чувствую, что где-то там не все так просто, как я все туз-10 отправил в бет и радуюсь. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!